Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала Шалундрики. Наверное, многие из вас, отдыхая в другой стране, задумывались о том, а как же здесь живется местным жителям и гражданам того государства, куда вы приехали. И всегда хочется при этом еще и сопоставить с жизнью в своей стране, сравнить, где лучше и в чем, какую получают зарплату, пенсию, как обстоит дело с медициной, обучением, воспитанием и развитием детей, за что приходится платить людям и нравится ли им жить там, где нам иногда кажется лучше и быть не может. Вот и мы, отдыхая в Болгарии, задались таким вопросом и решили поинтересоваться у местной жительницы города Поморья, гражданки Болгарии, которая многим подписчикам уже знакома из видео про недвижимость. Но она с удовольствием поделилась с нами и этой информацией. Здравствуйте, Калина! Я бы хотела задать вам несколько вопросов про жизнь Болгарии, так как именно вы являетесь местной жительницей. А всем очень всегда интересно узнать, а как же там. Готовы ли вы ответить на несколько моих вопросов? Да, здравствуйте! Отвечем, конечно, что у вас нужно. Спасибо! Итак, скажите, пожалуйста, сколько примерно в среднем зарабатывает болгарская семья? Семья, где-то 2-3 тысячи лет в месяц. Месяц это папа и мама, если работают в среднем, да? То есть если это постоянная работа в течение всего года? Ну, если, допустим, хорошая работа, если и круглогодичная работа. Конечно, есть люди, которые только сезонно работают, они могут больше зарабатывать. Но за счет этого, когда разделишь на все месяцы в год, получается почти одинаково. А скажите, пожалуйста, какие расходы за жилье, воду, электричество, отопление у вас есть? Примерно в месяц. Вода и электричество где-то 200 лев в месяц надо обязательно, потому что я специально отопливаюсь на дровах. Ну, если, допустим, отопливаюсь на электричество, 30-350 лев в месяц нужно. Как вы считаете, это дорого или это нормально при условии 2-3 тысячи лев зарплаты, если бы? Никто не говорит, что это нормально, все скажут, что это дорого. Это дорого, да. А если бы было бесплатно, все бы... Ну, бесплатно, конечно, нет нигде, но да, если может поменьше, то было бы хорошо. Хорошо. А расходы какие существуют на детей? Вот школа, детский сад, платная школа здесь или бесплатная? Нет, школа бесплатная, только учебники покупаем с начальника года. Потом, конечно, есть там какие-то приспособления еще нужны, надо просто дети идти. Нам специально в Поморье я могу себе сказать, что моя дочка учится в Бургасе, потому что она уже в 8 класс, и, единственное, мне нехорошо влияет транспорт, потому что где-то там еще надо 120 лев в месяц для транспорта. На автобусе? На автобусе, да, на автобусе. А почему в Бургасе? Нет, конечно, Бургас большой город специально для школьники. Это хороший выбор там есть. В Поморье есть, конечно, есть школы в Поморье, которые тоже неплохие, но в Бургасе выбор большой. А детский сад платный или бесплатный? Платный, но то, что оплачивается, это мало. Могу сказать, бесплатное, потому что для корм оплачиваешь там какие-то деньги, я сейчас не знаю, потому что дети не ходят еще на детский сад. Ну, раньше, когда дочка была маленькая, мне кажется, 80 лев в месяц, я не могу стошно сейчас ответить. В общем, это больше за питание, наверное, да? Да, да, в основном за питание. А так, получается, он от государства, да? Да, от государства. И вообще детский сад в Поморье специально, они очень хорошие. Хорошие? Очень хорошие детские сады, там 3-4, по-моему, хорошие. Скажите, пожалуйста, занимаются ли дети, кроме школы, в каких-то секциях, кружках, и они платные или бесплатные, есть ли они в Поморье? Занимаются. Если, допустим, детский сад или школа им предлагают, они, по-моему, часто хватает из общины, а другая часть доплачивается от родителей. Если, допустим, они выбирают внешний с школы или детский сад, тогда, конечно, подороже стоит, но за счет этого выбор еще больше получается. А для совсем маленьких, вот те, которые входят в детский сад, есть ли они какие-то занятия? Вот у нас, например, это называется развивашки. То есть посещают 2-3 раза в неделю, там, на час, на полтора. Есть тут что-то подобное? Не знаю, сейчас. Раньше, когда дочка была маленькая, я там записала на художественную гимнастику. Очень довольна была. А какие налоги существуют для жизни семьи? То есть там за квартиру, дом, там еще что-то может быть? Налоги, конечно, разные, зависимо от того, где находится квартира и какая квартира, новая или старая, купили. Я могу прямо от себе говорить, что мой налог, конечно, не маленький, но я прямо на центре живу. И за счет этого мой налог 380 лет. Дом или квартира? Для дома. Дом, да. Квартира. Квартира. У меня квартира, да. Это раз в год оплачивается? Да, раз в год оплачивается. Только вот за дом, а за землю или еще что-то? Нет ничего такого дополнительного, что вот вы оплачиваете? Нет, только для квартиры оплачиваешь этот, и для машины уже оплачиваешь. Если имеешь машину, конечно, они не налоги, не маленькие. Не маленькие? Ну, да, сейчас могу сказать налоги на машины, они маленькие. Они как-то изменили закон, и там, получается, значительно они поменялись. Такой вопрос еще. После окончания школы дети куда стремятся поступить? В институты или в техникум и училище? То есть получить сразу высшее образование или сначала средне-техническое? Школа, наша школа заканчивается 12-й класс, и потом они в институте, их хочется, много хочет в институте. А если они не поступают в институт, то что, куда они потом? Если они не поступают в институт? Работают, они просто надо работать. Да, понятно. Есть специально в Поморье, могу сказать, что есть очень много специальной девочки, могу так сказать, в Поморье такой город, в котором спа-процедуры, раскрощающие процедуры очень много есть, и за счет этого много девочки, примерно, если они не учатся, то заканчивают какой-то курс, маникюр, педикюр, там, косметолог. А какие престижные профессии сейчас считаются в Болгарии? Конечно, адвокат, доктор. Как во всем мире, да? Да, да. А военный? Военных не могу сказать, здесь не могу ответить хорошо, потому что у нас, по-моему, два или три института для военных, и вообще, как изменилась у нас ситуация, как входили в НАТО, Болгария, наверное, престижная, но просто у меня такой представы нету, что там. А ценятся ли вот эти профессии врача, юриста, военного, мы уже сказали, да, то, что, возможно, вы не знаете, учителя? Да, оказывается, сейчас учителя тоже ценная профессия, потому что у них тоже поменяли способ оплаты, они остаются довольны, и, конечно, там время, в которое они работают, им позволяет, чтобы немножко посвободнее. И, конечно, и доктор вообще, да, самая престижная профессия, мне кажется, везде в мире, если они хороший доктор. Ну, наверное, и поступить на врача, на доктора очень сложно, да, в институт? Да, конечно, там и спит экзамен, экзамен очень сложный, у меня был близкий знакомый, который этот год, они кандидатствовали. Экзамен, да, сложный, оказывается, тяжелый, и там очень много людей хочет стать в докторе, а потом не принимают так много. Ну, а примерно сколько они зарабатывают? Ну, в среднем, конечно, мы понимаем, что те, кто профессионалы, да, то есть известные доктора, они много зарабатывают. А вот так вот в среднем, вот обычный, обычный врач, обычный доктор или там юрист, нотариус, ну, примерно, примерно. Это не могу ответить с точностью, конечно, потому что надо бы это очень близко к ним. Ну, допустим, 2000 лево он минимум, а не зарабатывает в месяц, зависит, конечно, от доктора, что он ориентировался, и, конечно, бывает разный. Но докторы, они учились для этого и должны получать хорошую зарплату. Конечно, конечно. Но все равно, то есть, получается, они получают больше, чем все остальные, да, профессии, по-моему, да. Конечно, да. Да? Да? Да. А учитель? Вот вы говорите? Одинственно, сейчас я обращаю внимание, что те, которые работают в сфере компьютерной программисты, они получают очень хорошие зарплаты. Опять же, как во всем мире. Да, да. Ну, тоже могу сказать, они для этого учили, и не все могут работать. А такой вопрос, а сколько стоит медицина в Болгарии? Как вот здесь, бесплатная она для местных жителей, или же тоже покупаются страховки? Как вот это все происходит? У нас, могу сказать, культура такая же, что много людей не делают себе страховки. Ну, медицина, везде говорят, что бесплатная, только 3 лев оплачиваешь на доктор, когда заходишь в кабинет, если имеешь свои документы, которые тебе доказаны, что ты оплачиваешь себе каждый месяц. Ну, заходишь в кабинет, доктор, который дает тебе направление для другого доктора, оплачиваешь 3 лев, в другой входишь, тоже оплачиваешь 3 лев. Ну, потом ты не заканчиваешь на один доктор, и без кабинета ты оплачиваешь. Оказывается, лучше прям идешь к специалисту, ему оплатишь хорошую стоимость, тогда тебе смотрят по-другому. Платно вот это уже, да, услуга? Да, мне кажется, лучше оплачиваешь, чтобы получил услугу. Понятно, спасибо. И еще вот всем, наверное, будет очень интересно, актуально, с какого же возраста в Болгарии уходят люди на пенсию, мужчины и женщины? Женщины, по-моему, на 62, 2 или 3, а мужчины 65. Ну, мне это далеко, я это не знаю с точностью. А для них есть какие-то льготы, когда они выходят на пенсию? То есть, может быть, налог у них меньше на квартиру, за электричество, там, за воду, может быть, они меньше платят? Нет, электричество и воду везде одинаковые, не имеет значения пенсии или нет. Налоги не знаю. Ну, мне кажется, на машины, если налог оплачиваешь, немножко меньше, но на квартиры, мне кажется, остается то же самое, как везде. А может быть, на транспорт у них там, на общественные меньше? Специально для поморья это не имеет значения, потому что везде на велосипед катается. Но, конечно, если до Бургаса идешь, то тогда, наверное, имеет. Я не уверена на это, потому что, мне кажется, как дети, они имеют карточку. Если покупаешь карточку, да, будет немножко дешевле. Но если оплачиваешь прям билет, просто сегодня я решил идти до Бургаса, то тогда будет нормальный билет, как у всех. А женщины уходят в декретный отпуск по уходу за ребенком, когда только родился малыш? И оплачивается ли он как-то? И кто оплачивает? Работа или государство? У нас оплачивается от государства. Они уходят, в принципе, по закону. Один год они получают 80 или 90 процентов от последней зарплаты. А потом получается фиксированная стоимость, которая... После первых годов фиксированная стоимость, которая, конечно, нехорошая. Тристи лет или не знаю, что же, сколько было. Но много женщин прекращает свои декреты именно после первых годов. Много сочетает как-то и работы, и декреты. Есть такие, которые остаются просто в декрете постоянно. А вот детский сад, он с какого возраста берут? После года можно отдать ребенка? Или как? Или все-таки нужно няню или бабушку с дедушкой просить, чтобы сидели с ребенком? Если мама уходит на работу. Нет, если мама уходит на работу, то лучше бабушка и дедушка, потому что дети еще маленькие. Но, мне кажется, можно год даст на детский сад. Ну, в общем, лучше, чем позже, тем лучше в детский сад, да? То есть, не раньше, наверное, трех лет, ну, ближе к этому. Ну, да. В принципе, для детей эти хорошо, потому что они отдохнут больше. А существует ли помощь от государства инвалидам и безработным? Государство помогает как-то вот этой категорой людей? Есть инвалидная пенсия. Я на это знаю, но, конечно, знаю, что она нехорошая. А невозможно на нее прожить? Или все-таки возможно? Конечно, люди, которые, допустим, инвалиды, они не сами. Их надо кто-то смотреть. И я знаю, что и он получает пенсию, и тот, который помогает, может получить какие-то деньги от государства. Но это, конечно, нехорошие деньги. Все люди, которые в такое положение оказываются у нас, они не в хорошей положении. А безработные, если? Иди работай, или какая-то помощь будет? Для безработных, если он, допустим, работал, мне кажется, где-то год, потом в течение 6 месяцев он получает какие-то деньги от государства. Но по морю, конечно, на таком месте, что в основном летом не имеет работу. Допустим, 10-15% от людей в городе работают только летом. Но, конечно, иди работай. Есть много работы. Да, все правильно. А где любят отдыхать? Куда, вернее, любят ездить отдыхать болгары? Или остаются здесь, но и путешествуют по своей стране? Я люблю своей стране, потому что наша страна имеет очень хорошее место. Вообще, у нашей страны есть несколько типа гора, которые разных видишь. И долго тебе нужно, чтобы увидел везде. Ну, и, конечно, интересно и из-за границы путешествовать и отдыхать. Много болгарий специально здесь, в поморе. Я вижу, что они любят отдыхать в Турции, в Греции, потому что, оказывается, летом все работают, и невозможно здесь ходить на море. Да, мы живем здесь, такие беленькие, больше, чем у вас. А потом, когда сезон заканчивается, они просто, допустим, в Турции или Греции потеплее, и не заказывают свой отдых и идут в Турции. А скажите, пожалуйста, вот лично вам нравится эта страна для жизни? И что бы, может быть, вы бы хотели, чтобы изменилось здесь? Для людей или вообще в целом? Ну, у нас, да, много можно изменить. Конечно, сейчас и ситуация, и политическая ситуация надо как-то решать, потому что, оказывается, мы в таком состоянии, неизвестно, что с нам случится. Но я не планировала, никогда у меня не был такой план, чтобы ушла работать из границы. Из границы всегда ты не на месте. Всегда чужой человек? Да. Мне здесь нравится, я как-то все тебе даю, чтобы здесь получилась у меня и работа, и дом, и все. Из-за этого, мне кажется, надо останется на месте. Камок свой тяжет на месте. Какой, на ваш взгляд, лучший город для жизни в Болгарии? Вот именно для болгарской семьи? Это интересный вопрос. Ну, средний город, могу сказать. София, я жила в Софию. София там, сейчас мне, могу сказать, не нравится, потому что трафик вообще очень забитый. Конечно, все горды имеют своя красота. Лучше, мне кажется, лучше, немножко больше, чем по море, потому что специально для детей, которые в школе, надо, я вам предложила, да, моя дочка в Бургасе учится, надо как-то иметь свои возможности. Спасибо вам большое, Калина, за очень полезную информацию. С вами было интересно пообщаться, и много нового я, например, даже для себя узнала. Я думаю, что нашим зрителям это также будет актуально и полезно, потому что эту информацию можно узнать только, спросив у местного жителя. Интервью закончилось, и я думаю, благодаря такой информации каждый сам теперь сможет сделать выводы и сравнить с жизнью в своей стране, там, где живет. Отметить плюсы, минусы, ведь у каждого они будут свои, потому что все работают в разных сферах, живут в разных городах и даже странах. Напомню, что один лев – это половина одного евро. Это для удобства в подсчетах, если кто-то решил это сделать, и перевести на свою валюту. А я всегда вспоминаю одну фразу – «Там лучше, где нас нет». И когда смотришь на все глазами туриста, кажется, словно носишь розовые очки, через которые выглядит все иначе, чем есть на самом деле. Но мне очень интересно будет узнать о ваших мыслях после просмотра этого видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень буду ждать. А если это видео вам понравилось, было интересным и полезным, то не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Всем спасибо и пока-пока! До новых скорых встреч!